Культ Просвет Так что не переключайтесь! А выпуск начнется с рубрики «Welcome to Russia». На этот раз я расскажу вам о нескольких шедеврах живописи наших отечественных художников. Итак, добро пожаловать в тонкий мир искусства! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сумевший передать и нам, людям уже 21 века, свое весеннее настроение. Еще один русский известный художник Василий Поленов. Картина «Московский дворик». Это любимое полотно многих поколений. Поленов изобразил типичный уголок старой Москвы. Церковь Спаса на песках, расположенную в одном из переулков близ старинной улицы Арбат. Эта церковь стоит и поныне, окруженная теперь совсем иным городским пейзажем. Главной градостроительной единицей Москвы были не улицы и площади, а двор и дом. Старые московские особняки, занимая порой целые кварталы, были окружены садами с плодовыми деревьями и надворными постройками. Эти дворянские гнезда были моделью традиционного деревенского быта, поэтому Москву часто называли «большой деревней». Поленов создал образ полной покоя и умиротворенности. Написанная яркими красками картина утверждает радость повседневного бытия и передает светлые чувства автора. И заключительный экспонат сегодняшней интерактивной экскурсии. Знаком вам с самого детства по иллюстрациям в учебниках и конфетам. Итак, к вашему вниманию полотно Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу». Художественный шедевр наполнен восхищением растительным и животным миром. На картине все смотрится очень гармонично. Зеленые, голубые, ярко-желтые тона создают эффект едва проснувшейся ото сна природы. На заднем плане видны яркие золотистые оттенки. Это намек на пробивающиеся лучи солнца. Они придают картине торжественную атмосферу. По земле еще клубится туман, изображенный довольно реалистично. И если сосредоточиться на этой детали, то можно почувствовать утреннюю прохладу. Главный акцент картины – это сочетание солнечного света на заднем плане и медведей на дереве на переднем. Если визуально провести линию через эти объекты, то мы увидим, что они изображены художником наиболее ярко и насыщенно. Все остальное является просто легкими дополняющими зарисовками. Продолжая тему пейзажей, хочется поделиться с вами впечатлениями о художественной выставке, на которой мне недавно удалось побывать. Одинцовский живописец воплощает на своих полотнах главные идеи эпохи художников-передвижников. Его зовут Анатолий Попов. Каждое появление его работ на выставках становится ярким событием в мире изобразительного искусства. Очередная экспозиция художника открылась в Краеведческом музее города Одинцова. Поддержать Анатолия Васильевича пришли его коллеги по ремеслу. Давайте тоже отправимся на вернисаж и пообщаемся лично с художником в рубрике «Даешь интервью». Анатолий Васильевич, добрый день. Во-первых, хочется поделиться своими первыми впечатлениями об этой потрясающей выставке. Правда, каждая работа пронизана светом, добром и вашим теплом. Вот расскажите, пожалуйста, как создавались эти работы? Вот что предстоит жителям Одинцовского района увидеть на этом масштабном вернисаже? Спасибо вам за такую высокую оценку, за доброе слово. Ну, а что касается работ, представленных здесь, здесь же труд не одного десятилетия. Хотя почти половина работ – это последние 3-4 года. Все остальное было сделано раньше, и все это результат поездок по России, потому что мне приходится очень много ездить, особенно по Центральной России. Но самая дальняя точка, куда мне приходилось на Западе – это Ленинград или Санкт-Петербург и Иркутск. Потому что у меня очень обширная тема, связанная с Русской Америкой, Григорий Иванович Шелихов и его последователи. Поэтому это все работы, результаты поездок по Воронежской, Белгородской, Курской, Тульской, Московской и другим областям. Даже вот за последний год я совершил 21 поездку с выставками, лекциями или за материалами. Поиск материалов, особенно вот то, что касалось 70-летия Победы, мы вместе с моим внуком Ростиславом проехали 5,5 тысяч километров в поисках материала. Ну, настолько ювелирная работа каждой картины, правда, она вас хищает. Вот скажите, что вас вдохновляет? Что вас вдохновляет? Ну, наверное, я бы начал с того, что кто вдохновляет. Потому что главный, основной вдохновитель мой, это моя супруга Татьяна Александровна. И здесь одна из картин, она есть, вы увидите, тебе мои цветы. Работа небольшая, но она сделана с большим теплом. Но в разное время мне приходилось так, я начинаю работать, потом какие-то дела. Особенно, если вы знаете мой послужной список. Это и административная работа, это и работа в департаменте культуры, это общественная работа, и даже предпринимательская. Тогда, когда нам в свое время разрешили все, вот, поэтому я и такой отраслью тоже занимался. Были перерывы, но были и значительные периоды, когда я занимался непосредственно вот этим творчеством. Почему все это? Дело в том, что однажды, говоря с моим большим другом, ныне уже покойным, отцом Ипполитом, это знаменитейший был лекарь, ему здесь тоже есть посвященная работа, старец. Он служил на Афоне, потом служил у нас в Курской области. И он однажды сказал, отец, наверное, твое предназначение сделать то, что не сделал твой прапрадед. Мой прапрадед Александр Павлович Попов Московский был учеником Саврасова. Вместе с Львом Каменевым учились. Ну, а дружили они, это основная была пятерка, Маковский, Крамской, Каменев, Саврасов и Попов. И поэтому в своем стиле я сохранил то, что было у моего прапрадеда Александра Павловича Попова Московского. Ну, вообще-то он всегда писался Попов, даже на могиле его написано Попов, Александр Павлович Попов. Но чтобы среди Поповых, которые были здесь в Москве, чтобы его как-то выделяли, он еще подписал многозначительно Попов Московский. Ну и стиль вот этот сохранен. Да, подробнее о стиле вашем, расскажите. Время меняется, меняются стили, меняются вкусы. Но вы знаете, как то, что было создано передвижниками, и то, что началось с пейзажа Саврасова, лирический пейзаж, «Грачи прилетели», формат такой же, как и мои работы, потому что формат 50 на 60. Это очень маленькие по формату работы, но глубокие по содержанию. Поэтому я следую за теми, кто был до меня, жили еще в позапрошлом веке, но это были интересные художники, это были замечательные художники, и это гордость нашего искусства. Поэтому следую примеру тех старших. Знаете, как когда-то сказал Григорий Шелихов, «Хочу быть предком своим подражателем». Вот я и подражаю им. На афише вашего вернисажа написаны такие слова «Возобновим традиции российского пейзажа». Вот расскажите, пожалуйста, об этом лозунге, дивизии. Как вы считаете, получится ли это у вас? А что касается российского пейзажа, вы знаете, вот мой дед был в числе 14, или даже иногда называют 14, и вообще-то было 23 бунтаря, которые возмутились вот теми событиями, которые происходили накануне их зачетных работ. Крамской тогда поднял 14 художников вслед за собой, создалось товарищество. И они стали писать то, что они видели в реальности, в реальной жизни. Вот я, следуя тем традициям, также стараюсь показать то, что нас окружает. И прежде всего, в каждой работе я хочу передать восхищение тем, что я увидел. Это творение предков, это наша природа, это быт. Иногда на моих выставках посетители пишут мне, нам нравится, как у вас в пейзажах живут люди. Так вот, услышав один раз эти слова, я стараюсь также продолжать населять свои пейзажи, оживлять их, не просто там, знаете, оторванный клочок природы, а сделать так, чтобы показать, что люди живут в этих пейзажах. Люди делают эти места, может быть, более интересными, благородными. То есть человек живет, не вредя той среде, в которой он проживает. И вот расскажите, вот в Одинцовском районе, как вот принимают ваши работы, насколько часто проходят ваши выставки? В Одинцовском районе, я тоже недавний житель, местный, но с первой же выставки Андрей Владимирович, директор музея, сказал, он тогда открывал выставку и сказал, сегодня у нас событие. А вот эта оценка первая, ну и плюс еще была оценка Солнцева Михаила Викторовича, генерал Солнцев, это советник главы города, это очень интересный, образованный человек. Я начинаю читать стихотворение Дементьева, первую строчку, а он читает до конца. Я начинаю читать строку из Пушкина, а он читает до конца. Я читаю Есенина строку, а он тоже самое читает до конца. И вот он тоже пришел сюда, сказал, как все это великолепно сделано. Ну и в Одинцовском районе и в городе меня очень хорошо приняли мои же товарищи, мой коллектив художников «Этюд». То есть мне как бы определили свое определенное место здесь. Я постоянно участвую во всех мероприятиях, которые связаны с этим творческим коллективом. несмотря на то, что еще состою и в других объединениях. Но здесь, коли я уже живу здесь, и знаете, как мне приятно, что меня называют «наш земляк». Я родом-то не отсюда, а уже стал земляком. Значит, это уже как знак большого доверия, если называют, что вот уроки будет вести наш земляк. И пользуясь вот таким доверием, я еще и организовал здесь в музею галерею-студию, где занимаются и дети, и их мамы, и даже их бабушки приходят. Надеюсь, и папы, и дедушки тоже будут приходить, потому что, ну, конечно, есть у них время. Все картины выполнены в формате миниатюры. Это своеобразные живописные жемчужины. Пейзаж – святая и великая вещь. Пейзаж – это совсем не то, что вы думаете. В нем Бог грандиозный и беспредельный. Вот поэтому я и работаю в пейзаже, и населяю эти пейзажи людьми. Несмотря на небольшой размер, на первый взгляд этюдного характера, каждая работа является законченным произведением искусства. А вот это посвящение ветеранам, вот то, о чем я вам говорил. Вот посмотрите, 70 лет победы. Стоит богаты три ордена солдатской славы. Крошат голубян, крошки. Я написал, на рубеже, где насмерть бились, опять я слышу боевых друзей, они ко мне с небес спустились на крыльях в стаи голубей. Правильная композиция, акцент на деталях, соответствующий колорит с утренними восходами, вечерними закатами, лунными ночами и грозовыми облаками, различные состояния природы на полотнах передают настроение художника. Помните, жила бы страна родная. Так вот, будет Россия, будем мы мы. Не будет Россия, не будет нас. Поэтому беречь, беречь, беречь и хранить. И напоследок вашему вниманию рубрика «Мир, труд, ютуб». На этот раз я хочу показать вам фрагмент юбилейного 15-го международного конкурса имени Чайковского, посвященного 175-летию со дня рождения великого композитора. Торжественная церемония открытия главного музыкального события года состоялась в Москве, в Большом зале консерватории. Церемонию открытия начали с возложения цветов к памятнику Петру Ильичу Чайковскому. В столичной консерватории собрались поклонники конкурса, десятки журналистов и, конечно, самые именитые музыканты, лауреаты прошлых лет. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Предварительные прослушивания проходили в закрытом формате. Публику в зал не пускали. Члены жюри по традиции сидели на балконе. Уже на прослушиваниях музыканты смогли показать такие высокие результаты, что жюри решило нарушить регламент и пропустить в первый тур больше участников, чем требовали правила конкурса. И это не единственный сюрприз, который преподнес и еще преподнесет главный музыкальный смотр страны. Программа первого тура состоит из более чем пяти произведений. В выборе сочинений Чайковского у конкурсантов большой простор, поскольку по правилам можно взять любое. Кто-то решил исполнить несколько коротких пьес, а кто-то наоборот – произведения крупной формы. КОНЕЦ 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 Заканчивая выпуск «Культ просвета», напомним вам слова Великого Чайковского. Каждое произведение искусства неизбежно должно носить на себе печать своего времени. Не теряйте в себе дух неиссякаемого творчества и каждый день преображайте мир вокруг себя. С вами была Екатерина Старосветская и до новых встреч на канале ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин